Доброе утро, ребята! Приветствую вас на торговой сессии среды. Давайте традиционно начнем наш брифинг с анализа российской валюты и динамики нефти. Откройте графики, посмотрите, что прошлая торговая сессия по Brent, если уже констатировать ценовые уровни, продолжаем держаться в районе 64 долларов за баррель. Что касается общего фундаментального фона, здесь пока без изменений, хотя можно выделить в качестве негативного фактора вчерашний отчет от частного агентства API нефти. Запасы в этот раз сократились на 2,9 миллиона баррелей, хотя, если вы помните, на прошлой неделе тоже API зафиксировала снижение, но Минэнерго США, уже официальная статистика этого снижения не подтвердила. Напротив, мы видели очередную неделю прироста данного показателя. В целом, что касается ожиданий, я думаю, что в ходе наших брифингов мы детально останавливаемся уже на нашей долгосрочной инвестиционной идее, которая позволяет нам делать ставку на факты сбыточного предложения и недостаточный спрос со стороны мировой экономики. Пока эта идея, конечно же, себя еще не реализовала в плане достижения целевых ожиданий. И для тех, кто еще к ней не присоединился, особенно если среди вас есть позиционный трейдер, это хорошая возможность еще приобщиться к этим сделкам. Что касается рубля, вчерашняя торговая сессия для рубля, конечно же, прям такая победоносная. Рубль явно теснил позиции основных конкурентов американского доллара и евро. Здесь стоит сослаться на динамику нефти. Локальное укрепление стало причиной и соответствующей восстановительной динамики рубля. Но более объемлющим фундаментальным фоном для российского актива сейчас выступает налоговый период, к которому мы уже полномерно подошли. Разумеется, как только рубль оказался выше 55 против доллара, были созданы хорошие условия для приобретения по наиболее привлекательному курсу, точнее даже для продажи по наиболее привлекательному курсу экспортной выручки. Сейчас, пока налоговый период только наступает, в следующий четверг компаниям нужно будет погасить налоговых обязательств примерно на 500 миллиардов рублей, очень много, тем более, что традиционно летние месяцы характеризуются очень большими налоговыми обязательствами. Если вернуться к прошлому месяцу и как этот период отыгрывал себя в динамике рубля, здесь стоит констатировать, конечно же, несомненную поддержку, поскольку именно активные продажи стали причиной конверсионных сделок и спровоцировали локальный спрос на рубль. Если мы посмотрим на текущие котировки и закрытие вчерашней торговой сессии, это около 54. Не думаю, что у рубля есть прям серьезные основания для того, чтобы снова вернуться даже в район 51-50, поскольку все-таки не забывайте о том факте, что есть еще и негативные факторы. Эти негативные факторы связаны с действиями Центрального банка по покупке валюты для пополнения золотовалютных резервов. Это еще и ситуация на Украине. В общем, негатива информационного также хватает. Поэтому в лучшем случае, если сейчас и проецировать возможные позитивные ожидания по рублю на налоговый период, который, разумеется, быстро настанет и быстро пройдет, то это, может быть, еще рублю удастся отыграть рубль-полтора, но я думаю, что потенциал укрепления будет ограничен, поскольку Центральный банк держит руку на пульсе, и как бы он не хотел завуалировать свои реальные действия, все мы прекрасно понимаем, что речь идет в большей степени даже не о пополнении золотовалютных резервов, а, скажем, механизме воздействия на валютный курс посредством этих валютных интервенций. Поэтому сейчас все-таки давайте отдадим должное налоговому периоду, пусть он возьмет свое в плане позитива для рубля, но потом мы полномерно вернемся к нашим долгосрочным идеям, которые касаются возможности девальвации российского актива против основных конкурентов. И наша цель, она, в принципе, по-прежнему предполагает серьезное ослабление, движение выше 55, может быть, даже возвращение в район, на котором некогда находилась валютная пара, это 58-59. Идем дальше. Евро-доллар. Текущие актуальные котировки 1,1250. Рядом с этим уровнем и осуществляется проторговка на текущий момент. Вчерашняя торговая сессия оказалась снова разгрузочной для главного валютного риска. Сессия была закрыта в красной зоне. И если мы посмотрим на содержание экономического календаря, да и, в принципе, на дополнительный новостной фонд по Греции, становится ясно, что, в принципе, евро ведет более-менее логично. Что касается статистики. Вчера мы делали акцент на индикаторы бизнес-ожиданий, бизнес-настроений по Германии ZYU. Отмечали, что больше оснований увидеть плохую статистику. На самом деле именно это и произошло. Настроения в деловых кругах ZYU в Германии снизились до 7-месячного минимума. Поэтому в целом можно говорить о том, что ведущие экономики валютного блока испытывают серьезные проблемы с восстановлением. Обороты этого восстановления явно снижаются. Это уже очевидно, потому что негативный тренд уже является такой очевидной тенденцией. Что касается другого индикатора, это индекс экономических ожиданий. Тоже ZYU показатель также в красном секторе. Хуже ожиданий, хуже прошлой оценки. И на текущий момент находится на минимальном уровне с ноября 2014 года. В целом можно прийти к выводу о том, что на участников рынка, на бизнес-элиту с лихвой влияет и ситуация в Греции, которая остается неопределенной. Что касается дополнительного новостного фона, его в принципе по Греции как такового нет. Но мы знаем, что завтра состоится уже долгожданная встреча министра финансовых еврозоны, где хотелось бы обсудить детально ситуацию по Греции и, может быть, попытаться совместными усилиями найти базис для компромиссного решения. Но для того, чтобы была создана эта обстановка доверия, для того, чтобы были возможности для этого детального обсуждения, нужно, чтобы Греция, как и предполагалось ранее, пошла на встречу и все-таки услышала, что хотят от нее кредиторы и подготовила свой план реформ в том ключе, в котором хотелось бы его увидеть. Этот план реформы ждали в понедельник, во вторник, сегодня среда. Я думаю, что ситуация в принципе не изменится, а значит завтрашное заседание пройдет без рабочего материала, без возможности достижения компромисса, а значит эта ситуация сохранит неопределенность, подвешенность. И в принципе Греция потеряет еще одну неделю возможного компромисса. Это, мне кажется, сейчас серьезная ошибка, потому что меньше всего, что сейчас нужно делать, это терять время. Вы знаете, что до конца этого месяца совокупные долговые обязательства, которые Греция должна погасить перед Международным валютным фондом, это 1,6 миллиарда евро. И совершенно очевидно, что с теми актуальными проблемами, с которыми столкнулся банковский сектор, этих денег у Греции нет. Вчера Меркель отметила, что учитывая текущие позиции Греции и в принципе тройки кредиторов, вероятность того, что соглашение будет достигнуто, резко снижается. И в принципе Меркель уже поддерживает тенденцию заявлений от высокопоставленных европейских чиновников, что технический дефолт, который раньше расценивали как нечто невероятное, сейчас набирает, скажем, шансы и вероятность этого негативного сценария растет. Поскольку мы, в принципе, готовимся, так же, как и многие участники рынка, к самому негативному сценарию, и на основании того новостного фона, который мы сейчас апеллируем, у нас нет возможности, скажем, проецировать какой-то позитив в динамику евро через возможность нахождения компромисса. Были, скажем, основания для того, чтобы произошел этот прогресс, для того, чтобы было достигнуто это соглашение несколько недель назад. Но мы все прекрасно помним, что, к сожалению, между сторонами по-прежнему имеются существенные разногласия. Тройка требует от Греции невыполнимых мер, в свою очередь Греция не может предложить те меры, которые устроили бы тройку кредиторов. В общем, вот эти качели сохраняются. Для рынка это неопределенность, если мы посмотрим на динамику греческого фондового рынка, то по итогам вчерашней торговой сессии он просел за сутки больше, чем на 5%. И в целом, если оценить динамику греческого долгового рынка, а именно доходность облигаций, я думаю, что это показательно. Сейчас двухлетние облигации размещаются с доходностью, ребят, в 30%. Это неслыханные, конечно же, колоссальные показатели по доходам. И, разумеется, спроса на эти бумаги нет, потому что все допускают возможности вот этого самого негативного сценария, о котором мы с вами говорим. Поэтому евро у нас находится под серьезным давлением в потенциале. Это не значит то, что евро нужно прям активно скидывать со счетов прямо сейчас. Это значит только то, что нужно осторожно, скажем, быть с длинными позициями по европейской валюте. И если есть те, кто почему-то еще находит на основании статистики основание, прошу прощения за тавтологию, для роста главного валютного риска, я хочу, чтобы, скажем, риски были адекватно взвешены, и чтобы участники рынка прекрасно понимали, что при определенном развитии событий эти длинные позиции могут напрочь уничтожить торговые депозиты. Поскольку в случае негативного сценария евро может оказаться, мягко говоря, лузером и аутсайдером рынка. Теперь, что касается самого важного события, без преувеличения, можно сказать, ни недели, ни месяца, а может быть даже последнего полугода. Хотя самое важное событие уже по факту все-таки стало отмена привязки по Евросвисе, поэтому с тех пор, скажем так. Это заседание ФРС сегодня традиционно поздним вечером, ставка ФРС и традиционная после этого конференция руководителя Федеральной зерной системы Джанет Йеллен. Поэтому сейчас максимум фокуса внимания, конечно же, на это событие, поскольку дождались мы июня. Напомню, что весь прошлый год именно на июнь проецировали, скажем, ту дату о долгожданном повышении процентной ставки. Сейчас, если мы посмотрим на фьючерсные контракты по повышению ставки, наиболее вероятные сроки уходят на осень, но все равно есть те, кто полагает, что в июне может быть сюрприз. Ну или, по крайней мере, сегодня мы сможем услышать больше конкретики относительно того, когда же все-таки американская экономика сознательно примет решение о повышении процентной ставки. Давайте вспомним общий фундаментальный фон и макроэкономическую картину. Есть ли основания для того, чтобы говорить о том, что американская экономика готова к повышению процентной ставки? Если мы вспомним ситуацию на рынке труда, статистику, которая ее характеризовала, вспомним показатели по инфляции и по росту заработных плат, можно сказать, что сейчас условия как никогда лучше. Допустим, такого баланса оптимизма интересов и позитивных ожиданий, настроенных как раз на то, чтобы увидеть повышение процентной ставки, я думаю, не было ни разу за последний год. Сейчас вся эта статистика указывает на то, что американская экономика восстанавливается, есть такие уверенные триггеры, катализаторы для роста, поэтому вполне возможно, что ФРСу пора повышать процентную ставку. Думаю, что на сегодняшней конференции, пресс-конференции Джанет Хеллен, она уверенно, в оптимистичном ключе выскажется о перспективах американской экономики и все-таки подготовит рынок к тому, когда же все-таки ожидать повышения процентной ставки. Я думаю, что это сентябрь, но при определенном развитии ситуации, при определенном, скажем, количестве фундаментальных факторов, очень интересным будет уже и авустовское заседание. В целом, эти позитивные ожидания, в любом случае мы ждем повышения процентной ставки, это, скажем, ключевая идея, это, по сути, безоговорочно и бесповорочно, поэтому доллар, в принципе, уже имеет неплохой потенциал для роста. И мы традиционно используем этот потенциал в динамике пары доллар-японская иена. Наша цель – снова возвращение в район 125, но я думаю, что на сегодняшнем заседании по факту конференции и решения поставки в случае позитивного сценария для доллара пара сможет уйти даже и повыше. Еще в поддержку, скажем, пары доллар-японская иена можно отметить и вчерашний комментарий представителя Банка Японии Куруады о том, что он, по сути, извинился за то, что его неправильно понял рынок, когда он дал оценку реального номинального курса японской валюты и спрогнозировал, может быть, на самом деле он не хотел этого сделать, но участники рынка восприняли в его комментариях именно это, спрогнозировал дальнейшую политику Банка Японии касательно мер экономического стимулирования. Помните, что на прошлой неделе, ближе к концу, доллар-японская иена столкнулась с серьезными распродажами по причине укрепления иены. Почему? Потому что как раз участники рынка прочитали между строк в комментариях Куруады о том, что японская иена уже сильно перепродана и, возможно, экономика больше не нуждается в дополнительных экономических стимулах. Сейчас Куруада, по сути, взял эти слова назад, а значит, можно убирать этот негативный фактор с рынка и вернуться к тем ожиданиям, которые я обозначил вчера по программе количественного смягчения в рамках Банка Японии. О том, что уже, возможно, в рамках октябрьского заседания Банк Японии по причине серьезных дефляционных рисков может увеличить программу количественного смягчения еще на 40 триллионов иен. Поэтому контраст монетарных режимов делает пару доллар-японской иена весьма интересную для занятия длинных позиций, и я советую вам присоединиться к этой фундаментальной идее. Что касается других валютных активов, еще пару слов про фунт. Вчера были опубликованы данные по инфляции. Годовой показатель 0,9% против прогноза 1%, то есть инфляция снизилась. Что касается месячного эквивалента, там был у нас показатель, помните, в прошлом месяце на отрицательной территории минус 0,1%, а сейчас индексу потребительских цен удалось выйти в плюс 0,1%. Но в целом все равно дефляционные риски сохраняются. Вследствие этого Банк Англии вчера пересмотрел прогнозы по возможности достижения целевого показателя по инфляции в 2% и убрал эти ожидания на конец 2017 года, значит сроки по повышению процентной ставки также полномерно следуют за этой датой и уходят как минимум на конец 2016 года. Поэтому серьезного фактора поддержки сейчас для фунта нет, и я по-прежнему считаю то, что фунт один из самых перекупленных активов. И если сегодня доллар получит соответствующую поддержку, фунту также не удастся устоять, и мы увидим в случае реализации этого сценария коррекцию пары фунт-доллар ниже уровня 1,55. Также может быть даже краткосрочная идея, на которую стоит обращать внимание. Вопрос есть? Тогда большое спасибо за внимание. Ждем вопросов на нашем официальном канале Амаркетс. Оставляйте их под видео окном. Всего доброго. До свидания.